К евреям направлено на одно. Доказать знающим Писание, что все события Ветхого Завета, все пророчества указывали на Христа. И они, евреи, избранные Богом для развещения миру от пришествия Мессии, не узнали Его. Они привязались к храму. Храм это сосредоточие Вселенной, центр. Например, в храме сердцевина всего святая и святых. Но и она мертвая, если там не будет раз в год заходить первосвященник и приносить жертву за грехи народа, совершенные даже в неведении. Первосвященник сохранился. Апостол Павел говорит, никакого значения не имеет ни еврейский народ, ни Иерусалим, ни храм, ни святой и святых, ни первосвященник, ни жертву без принятия Христа. Все это указывало на пришествие Мессии. Избранным народом служили ангелы, и не один. И говорит, все ангелы эти, суть, служебные духи, посылаемые на служение для тех, кто имеет наследовать спасение. Не для того, чтобы, как пишут сегодня архимандриты, ангелы охраняют то место, где разрушен коммунистами храм, и ангел стоит там 70 лет, ждет, когда восстановят храм. Ангелы посылаются на служение тем и только тем, которые имеют наследовать спасение. Поэтому вопрос решает, есть ли ангел у мусульманина при рождении безбожника, хришнаита, или в момент крещения. Мы не будем отвечать на вопрос, он не отвечен в Писании. Но говорится, что посылается точно, абсолютно, что у верующего он есть. И далее говорит, посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Сегодня во всех храмах мира православных будет считаться это место. Сегодня я хочу назвать наше ознакомление с этим текстом словом отпадения. Отпасть можно от того, что достиг. Но нельзя сказать, что человек может упасть с крыши, если он стоит на земле. Он упасть может на земле, а если лежит на земле, он вообще никуда упасть не может. И оказывается, что Писание грозное предупреждение евреевскому народу, а оно обращается ко всем. Но к русским не относятся, к православным не относятся. Почему? Потому что их не наставили, им падать-то и некуда, оказывается. Какое место Писания не возьму, оно никак нельзя. Отпасть можно от Серафима. Из которого сделали самого настоящего Бога. Вот сегодня такой ажиотаж. Вот я наблюдаю с мощами поклонения. Канапка, тысячи людей. Бог! Ему это надо было. Ведь если бы он точно вел Серафим из Писания, да никогда бы даже ни один человек бы ему так не поклонялся. А умирает, приходите ко мне на могилу. За версту до меня не дойдете, я уже буду услышать, отвечу на все ваши просьбы. То есть перетягивать все молитвы, все гадатайства на самого себя. Богу это угодно. Бог говорит, славу моей никому не дам. Я посмотрел житие апостола Павла. 16 страниц. Житие Серафима. 51. Самая большая в 12 книгах жития. Нормально. Ну, маленько-то надо задумать. Значит, у нас вера-то совсем не евангельская. И апостол Павел нам бы написал и сказал, смотрите, не отпадите от евангельской веры. А православные бы спросили, а что это такое? Не отпасть от Иоанна Кронштадтского, которого прямо за Бога при жизни почитали, что это Христос пришел во плоти. Кто же сумел свой авторитет так поставить-то? А все время говорят о скромности, не быть гордым. Причина-то одна, что как бы ни крутили словами, а смысл один, слушайте меня, что я вам говорю. А ты направь взоры ко Христу. Тебя даже не будет, а люди, чтобы открывали Писание, смотрели, находили ответы. Смотрите, чтобы не отпасть. Эти слова важны были для Адама с Евой. Действительно, они имели райские обители, закон Божий, хотя не в полноте, но в полноте заложенные в совести, и они отпали. И падение было великое. Адам, что ты сделал? Ездра говорит, ты погубил не себя только, но и нас всех, и мы из-за тебя все умираем. О, Адам! Сколько смертей в этом твоем отпадении от Бога. Израиль отпал от Бога. Израиль весь отпал от Бога, не считая отдельных апостолов, которые пришли ко Христу. Бог избирает первого царя по требованию народа Саула. Саул отпал. Но пустое место не бывает. В смертный час, накануне битвы, в которой он погибнет, он идет не к Богу и Егове, а идет к колдуне. А почему? Самуил его привязал к себе. Ведь это православие, оно тоже имеет эти глубокие корни. Вызови мне Самуила. А зачем тебе его вызывать-то? А без него он шагу не мог шагнуть. Он меня поставил, он меня учил, я его вопрошал. Вот это и есть гордыня и авторитет. Из Самуиля это было. Иначе бы он его не звал. Если бы он день и ночь говорил, Саул, к Богу и Егове вопрошай только. Я не при чем, я тебя поставил, меня нет, я стер. Я всем говорю, забудьте мое имя. Никогда меня не называйте нигде никак. Скажите местописание. Если я три тысячи раз в каждой книге показываю на местописание, какое ты имеешь право меня ставить там? Чтобы не быть каким-то апологетом, вором, хитрым, я ставлю свою фамилию. Потому что требует это, ну, закон земной. Кто это написал, чего, я не прячусь. Вот что хочу сказать. Моих мыслей-то там никаких почти нет. Ну, это связывает только слова. А если они мои мысли есть, должны сходиться со священным писанием. Отпали, да, отпали. И отпал Саул. Назавтра погиб он и дом его. А было обещано, что дети его будут на престоле сидеть. Ничего этого не будет. Давид отпал, но сумел встать. Если бы кто-то обрешил Сталина, что ты виноват в развале. Вот то, что делается, коллективизация. Он ему не успел до конца предложения договорить, как его расстреляли был. А когда Давыду Напам все сказал, я первый раз, когда читал, я замер, остановился. Что же будет сейчас с этим пророком? И вдруг Давыд говорит, согрешил я. И мгновенный ответ, и Бог простил тебя. Два смертных греха. Вот что требовалось сказать Николаю Второму, которого канонизировали и рисуют с нимбом. Николай, смотри, чтобы нимб петлей не был для тебя. Читая сейчас воспоминания об его жене, зарубежный журнал пришел. Как он был на курорте с женой, как они любили друг друга, какой был чай, что ели, какие булки. И всегда поевши, он закуривал. Это что, нормально? Я стал спрашивать в синоде, зачем это ему нужно было? Такие воспитатели были. Ну знаете, он среди офицеров, и чтобы не быть как бы отсталым, его вроде свое общество не оттолбит. Да он царь, кто же его оттолбит. Да нет, к нему подлизываться, но уже не он к ним. Объяснение какое. Почему не сказать, что не рожден свыше человек? Что он не знал Христа, как должно. Он подписывал назначение на какую епархию епископа. Без него никакого передвижения в церкви не было. Нормальное состояние. А мы говорим сергианство. Это сергианство только в меньшей степени было уже всегда в России. Ни одного шага не могли сделать без императора. В стиле... Один поднял голову Пилиппу, сразу голова отлетела. Сразу задушили его. Смотрите, чтобы вам не отпасть. А от чего отпасть? От слышанного. Сначала нужно это слышанное заложить. Греция отпала. Мы получили отпадшее евангельское христианство. Не евангельское христианство. Нам отпадать только сегодня от греческого. А от греческого не отпадешь. За него руками и ногами держатся. Читая жития Иоанна Кроштадского. Все знал, видел, спешил, торопился, милости не подавал. Все правильно. Почему нигде авторитет священного писания не устанавливал? Вокруг него тысячи людей молодых было. Почему не образовывало общество миссионеров по всей России? А уже на глазах были Редстоки, Пашковы. Это все при нем было. Баптисты уже вовсю здесь работали. И он видел, как работать в евангельском направлении надо. Нет, одна литургия, литургия, только моя жизнь во Христе. Да такие слова сказать, моя жизнь во Христе, это надо жить сначала во Христе. Павел мог сказать. Ты мог сказать, моя жизнь в литургийном служении. Моя жизнь в православной церкви. Но не во Христе. Во Христе это благовестие, чтобы народ не отпал. В России отпало. И сейчас пишут зарубежные журналы, даже местные. Алтайская миссия пишет. И как же так? Столько было храмов. Такое благолепие. Святая Русь. И как так народ мог отпасть? Вот смотришь, юродивая мозгами. Да им нечего было отпадать. Ко Христу не были привязаны. Один вопрос поставь. Почему баптисты туда не пошли? Почему старообрядцы не пошли? Из-за одного упрямства. А те из-за того, что Евангелие. У вас ни того, ни другого не было. Революции-то делали. Ни одни китайцы, ни жидомасоны. Купола-то здесь. Кресты-то с куполок. Кто скидывал-то? Это русские, вчерашние прихожане. Кто Попо простреливал? Отпали. Итак, пророк Исаия, 31 глава, 6 стих говорит так. Обратитесь к тому, от которого вы столько отпали. Как-то даже не литературно вроде звучит. Сказал бы так, давно выходили, а то столько. Оказывается, и размер есть. И это сказано к еврейскому народу. Они ему простить этого не могли. А Господь ставил пример языческой народы. Как трудно было, когда люди были голодны. Но почему ни к одной еврейке не постом был Илья? Объясните мне. Почему в старе Пусидонскую, это языческая страна, соседняя? Почему Елисей должен был встретить прокаженного одного за всю жизнь, и притом не имана, враждебного, сирийского? Постоянная угроза была от Дамаска. Почему? Они сразу же Христа схватили, намеревались убить. Мы должны сегодня сказать, сектанты выше нас, еретики выше нас в вопросе отношения к Библии. Если у нас кто-то вообще не был, слышали Слово Божие, вот этот авторитет, абсолютный авторитет Библии, и они ушли, а они отпали в подлинном смысле. Применяйте их себе. Когда вы потеряете все здесь, что будет, может, нас здесь и не будет, и пойдете другим путем, вы будете отпадшие. А к отпадшим отношение у Бога другое, чем к тем, кто не знал. Кто знал и не делал, бить будет много. Много, то есть бесконечное мучение. Пророк Иеремия 2 глава 8 стих говорит так. «Пастыри отпали от меня». Ну, чего же их не убивать-то было пророков-то? А ведь ничего не изменилось, только люди другие, другую одежду одели, другое питание. Душа-то такая же самая, что у игре, что у русского. У нее нет нации у души, у нее нет пола. И сегодня приди и скажи, пастыри отпали. Как отпали? Семинарию здесь. У нас благодать, благодать. Условно благодать везде играет. Что такое благодать? И дает объяснение. Это особый жест священника в алтаре или здесь. Не Бог благодать, Бог благодать, Серафим благодать. Это же полное отречение от Христа. Сегодня Николай Чудотворец, чрезмерно возвышенный, который деканонизировали католики, совершенно из списков его вычислили. Потому что все выдуманное в житиях, а у нас наоборот разгорается. И все временно канонизируют, сейчас солдаты в Чечне, там Евгения. Где что-то и не случилось канонизировать, а у нас свой местно чтимый, юродивый. Ну, по себе мы и ищем. А можно канонизировать тех, которые проповедовали, нести Слово Божие? Да их канонизировать не надо, они уже у Бога. Так они не могут показать никого. Макарийские чтения, Макарий, Алтайский, один Макарий. Да и Макарий-то 90% дел своих направлял на богослужение. Сейчас считаю, смотрю, что пишут. Всего-то нельзя узнать, из архива только достают. Нечистые евангельские. Один. Кто покрестится, тому помощь будет. А люди в это время голод там. Короленку завел, приходят. А крестить тебя будешь? Первый вопрос. Да Павел, говорит, меня Бог послал не крестить, а благовестовать. Ну, попы, ну считайте Слово Божие-то. Ну, обратился он. Шаман пришел, на утром приходит. Обратно все уже раскрестились. Теперь опять с ними надо работать. Да мало того, льготу дают. А они все узкоглазые. Он у Лескова считает. А ему братья дают, я тебе 4 песовые шкурки дам, ты за меня покрестись. Он вперед архиерея на собакой гонит, следующее стойбище архиерея приезжает, он опять крестится. Это забраться. И оказалось, что он уже 5 раз крестился. А тот считает цифру от Синод. А ему-то разницы никакой нет, совесть потеряна. Ну, да тем более не в воде. Он одной чашкой воды заработал себе кучу песцовых шкурок. Да ладно уж, Лесков нам это написал-то. Пророк Иеремия, 31 глава, 22 стих. Господь обращается к каждой душе и говорит, «Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь?» Ибо Господь сотворит нечто новое. «Жена спасет мужа». Редкое слово. Это обращение к женскому полу. «Жена спасет мужа». Вопрос сразу – как? С чем? Через смешанные браки, как у старообрядцев? У нас спасение возможно только одним членом, языком и проповедей, не другими. Только благовестием во Христе. Итак, если ты отпадший, познаешь Господа, то можешь и мужа обратить, и сына. Возьмите себе это на заметку. А если иначе поступаем, так и будем в отпадении. Плащ Иеремии, 42 стих. «Мы отпали и упорствовали, и ты не пощадил». Вот результат отпадения. «Беспощадно Бог карает отпадших, когда нет покаяния». Иезекииль 6, 9. «В плену. Вспомнишь, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня». К нам это нельзя сказать. Нельзя сказать «отпавшее», а не «знавшее». Если бы знали Бога. Босия 7, 13. «Горе им, что они удалились от меня. Гибель им, что они отпали от меня. Я спасал их, а они ложь говорили на меня». Эти слова-то к нам все относятся. Это перочек к священникам. Они авторитета Библии не имеют. И когда мы говорим, они страшно раздражаются. У вас перекос в сторону Библии. На меня в интернете один написал «перекос». Который вышли отступники у нас. Они говорили «дах он, предание не ставит наравне со священным писанием». Как я могу землю ставить наравне с небом? И как я могу временно ставить с вечностью? Мы можем иметь успех, работая среди сектантов тогда, когда покажем истинное священное писание в правильном православном толковании. Вот я где имел успех, а по милости Господней, я имею моральное право возносить Богу молитву именно за обращение сектантов. Я приезжаю в Киев. Помню выступление было в Харькове. Пришли баптисты, руководство, узнали, что я приехал. И сказали, мы читали ваши четыре тома толстых. У меня даже листика одного не было. Это Господь страх навел. И везде разослали их в центр из Москвы про опасное барнаульское учение. Никогда, нигде мне, чтобы слово не давали. А некоторые, наоборот, этим заинтересовали, а они давали. Адвентисты и другие. И я знал, успех возможен только в одном случае, если у человека есть авторитет Библии. Среди сектантов легко трудиться, что верят, что Библия – слово Божие. А дальше им места писания только я сравниваю и показываю противоречивость их мнения, неправильность толкования. И тогда выдвигаю свое, и они все записывают. Если за столом сидело до 50 человек, и в 5 утра только поднимались, все до одного склонялись и говорили, наше учение – заблуждение. Вот она, где была победа. Я имею право говорить о священном писании и священном толковании, что я с этим оружием прожил 40 лет. И ни разу, нигде, ни перед какими врагами не был послужен. Пророк Осия 11.7 Народ мой закоснел в отпадении, и хотя призывает его к горнему, он не возвышается. Он в отпадении. Вот когда в отпадении народ, и много проповедей можно говорить, и давать ему пищу хорошую, а он в отпадении. От падения можно стать только покаянием. Златоуст говорит, спрашивает меня, а если я снова пал, снова вставай. И сколько же раз, доколе жив. В житиях говорится об одном иноке, который впадал в страшный грех, блудодеяние. Только едва в командировку, на первом повороте уже познакомился. У него проповедь вся была одна, а он смазливенький был и очень нравился женщинам. И опять, и опять, и умел каяться, плакать. И ему верили, снова принимали на последнюю работу, глядишь, опять поднимается. И однажды, когда он на молитве плакал, и в это время слышит голос бас. Господь, он же издевается над тобой, и сколько раз приходит и опять уходит. Он мой. И вдруг слышит голос, не лги, он мой. Дьявол поворачивает голову на него, а он на молитве так и умер уже. Он уже мой. Почему и говорится, видим согрешающего, не видим кающегося. Надо знать, куда обратиться. Здесь был один верующий, ныне умерший у баптистов. Сын у него занимал большую должность, психиатр, по тем временам. Но неверующий. И его попрекнули безбожники. И говорят, а что, что вы верующите? А сын-то у вас тоже совсем неверующий. И ведь какую должность в партию вступил. Он говорит, правильно, горе мне. Но случится беда, мой сын знает, куда обратиться, а ваши дети не знают. Все-таки разницу я нахожу. Заложите это в детях. День и ночь учите их страху Божию, что будет огонь геенский за отпадением. Бесконечность мучения. Чтобы они боялись содружества с безбожниками. В втором послании Петр 3.17 говорит, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Поверьте, наше утверждение очень хорошее. Оно основано на Библии, на святых канонах православной церкви. На толковании святых отцов, чтобы нам не отпасть. Вы будете слышать очень хорошо говорящих ораторов проповедников, но всегда сравните со Словом Божиим. Чтобы не отпасть от нашего утверждения, не от их. Наше утверждение основано на евангельской вере, на святых отцах. И мы знаем, что церковь шла этим путем. Кремнинам 11.22 Ты видишь, строгость к отпадшим и благость к тебе. Божья строгость всегда проявлялась к отпадшим. Сразу или болезни какие-то, смущения в совести. И которые у нас ушли, я вижу, у них ничего не получается, как они вначале задумывали. Нет ничего. Галатам 5.4 Мы, выговоря, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Мы спасаемся не тем, что три перста или два складывали вместе. Не иконами. Не законом, не литургией. Мы спасаемся во всем этом Христом. А оправдывающие себя чем-то, что, а ты как молишься, так вот, сараблятся. Этот человек отпал от благодати. Благодать дается даром. Не за заслуги, а за то, что Бог любит нас. А теперь, уверовав, делами докажи, что ты действительно уверовал, что вера без дел мертва. Колоссиным 1.23 Чтобы не отпасть нам от надежды, которую даровал нам Господь. Евреям 6.6 Внимание, что готовит Бог для отпадших. И отпадших невозможно обновлять покаянием. Но там запятая стоит. Когда они снова ругаются и не посчитают за святыню кровь завета. То есть, без покаяния. Но и отпадшим возможно вернуться. 3-я книга Маковейская, 2-я глава, 24 стих. Укрепитесь мужеством духа, и вы не отпали от благочестия, и от павших отвращаетесь. Вот еще что нужно знать. К павшим, которые не приносят покаяния, не прикасайтесь. Это зараза смертельная, которая перейдет на вас. Сираков 46.28 Финеес, сын Илеазара, это внука Аарона, то есть, внучатный Моисею, ревновал о страхе Господа Бога при отпадении народа и устоял. Он видел, когда согрешали, и он не просто молился, а взял копье и блудников пронзил одним ударом двоих, и княжескую дочь. И Бог сказал, вовеки будешь прященником, и род твой. Когда все отпадают, на это не надо смотреть. Вот почему Тавид 1.4 говорит, будучи еще юношей, когда все невпалимого наше колено находилось в отпадении. Я один часто ходил в Иерусалим с десятинами, чтобы донести это до Бога. Ни на кого не надо смотреть. Авторитет один Бог, авторитет Дух Святой. И просить надо каждый день, Господи, садилай мне сердце чистое, совесть внимательную к словам Твоим. И чтобы отпадение меня не коснулось. От того, что я слышал, никогда не отпал. И когда спросят, о чем сегодня говорили, скажи, об ужасе отпадения, которое постигла Россию православную церковь, православных священников. Что они, имея в руках Священное Писание, ведут людей другим путем. И вернее сказать, не об отпадших даже, а не знавших. Итак, научим людей, заранее предупреждая их о грозящей опасности, если не будьте внимательны к слышанному. Аминь.